Дорогие друзья, сегодня нас ждет насыщенный день. Мы будем с вами присматриваться к трем типам мышления, к трем психотипам – конструкторам, центристам и рефлекторам. И для того, чтобы лучше понять, в чем особенность каждого из этих типов, важно посмотреть на то, как они адаптируются к изменяющимся условиям, к новым ситуациям, к новым проектам, к новым задачам и так далее. Потому что только на изменении мы проявляем максимально ярко наши различия. Потому что когда все налажено и так далее, все друг к другу как-то адаптируются и ехали-поехали. А когда нужно делать что-то новое, когда вы сталкиваетесь с какими-то ситуациями, когда нужно адаптироваться к новым реалиям, другие люди начинают вести себя, как вам кажется, зачастую очень странно. На самом деле они ведут себя абсолютно логично, исходя из того, к какому психотипу они относятся. И если вы это понимаете, то вы и сами сможете с большей легкостью адаптироваться к любым изменениям в вашей жизни. И другие люди будут для вас, так сказать, не загадкой, а вы сможете подобрать правильный психологический инструмент для того, чтобы им помочь, их вовлечь, и вместе с ними добиваться быстрейшей адаптации к новым жизненным обстоятельствам. Ну что, с какого типа начать рассказывать вам про адаптацию? Ну, начнем с конструктора. Представители этого типа мышления, они аналитические, у них такой склад ума, при котором есть причины, есть следствия, есть последовательность, есть некая внутренняя логика и так далее. И первая их реакция, когда они сталкиваются с незнакомой ситуацией, это реакция исследований. То есть им нужно вопрос изучить. То есть чем больше информации они получат о новом проекте, о ситуации, в которой вы оказались, тем им будет проще для того, чтобы создать вот такую ментальную модель, в которой разные обстоятельства будут друг с другом связаны, в понятный для них рисунок. И зачастую это исследование конструкторы проводят не так, как следовало бы, потому что следовало бы задавать вопросы, интересоваться, осмотреть варианты развития событий и так далее. Но конструктор не спешит, как бы сказать, адаптироваться, он уходит внутрь самого себя и что-то там про себя думает. Зачастую думает много и, как бы сказать, глубоко, но параллельно в реальности. И это исследование, скорее, исследование его собственного мира. А ему нужно помочь, если вы такой человек, вы должны об этом хорошо понимать. Вы должны, наоборот, уходить не внутрь самого себя, потому что вы же не знаете эту новую ситуацию, в которой вы оказались. Проект, если новый, то нужно узнавать, что там в этом проекте происходит, понимаете, а не то, что у вас есть в закромах по поводу, что вы, в принципе, про это знаете. Если это знакомство с какими-то новыми людьми, важно с этими людьми коммуницировать, а не уходить внутрь себя и думать, что это все за люди и как мне теперь со всем этим быть. И вот эту исследовательскую, свойственную конструкторам интенцию надо реализовывать, помогать, реализовывать не внутри головы, давайте построим модель, решим, как делать, и после этого только начнем действовать в реальном мире, а сразу изучать фактически обстоятельства. Ну, я могу привести этот простой пример на своих сотрудниках. Значит, если у меня сотрудник-конструктор, и мы с ним предполагаем, что мы будем делать какой-то новый проект, значит, после обсуждения он говорит, все, принято, пойду думать. Значит, и это катастрофа, потому что, значит, я другого типа человека, я не понимаю, я ближе к реальности, чем конструкторы, они уже осмыслители, я ближе к реальности, мне непонятно, что делать. А человек собрал данные, и как конструктор собрал кубики, и пошел, значит, думать. Вот, и моя задача всегда, когда, поскольку проекты, которые я делал, они все связаны с людьми, это исследование их поведения, это исследование характера их мысления, это исследование их там, эмоциональных реакций в тех или иных ситуациях, там и так далее, поставить перед конструктором четкие задачи, что он должен узнать, не у себя в голове сложить кубики в красивую конструкцию, а что он должен узнать про других людей, про обстоятельства дела, про контекст, в котором все происходит, и так далее. Поэтому, когда я ставлю задачу человеку с конструкторским типом мышления, я обязательно проговариваю с ним количество, не количество, а содержание тех фактических столкновений с реальностью, что он должен спросить, с кем он должен поговорить, какие данные он должен собрать, что он должен узнать про реальное положение дел. Не абстрактную конструкцию строить, а про реальное положение дел. Вот вы переезжаете в другую квартиру, допустим, у вас ваш муж конструктор, девушки тоже бывают конструкторами, мужчины чаще. И вот мужчина, он что, выяснил? Значит, этаж, я не знаю, логистику передвижений, вот, и так далее. А что внутри квартиры, например, должно быть, он может совершенно не подумать, потому что, ну, как бы, зачем? Он же мыслит, вот, что там в квартире, оказывается, нужно, чтобы включатели были, люстра висела. У конструктора часто не висит люстра, вот, потому что зачем? Нефункционально. Лампочка функциональна. Вкуртил лампочку, светит, все нормально, хорошо. Вот. Если вам важно, чтобы это был дом, а не общежитие, в котором конструкторы обычно предполагают, что они находятся, вот, то вы должны с ним сесть и поработать, что вообще должно иметь отношение к вашему дому-жилью. Вот. И, возможно, там появятся и шторы, и то, что конструкторам не нужно шторы. В худшем случае они используют рулет такой, раз, все закрыл, все нормально, а затем закрыли, закрыли. То, что шторы уют создают, какой уют, почему уют, зачем уют, как кусок ткани на окне связан с уютом. Вот. И все нелогично, понимаете. Вот. Поэтому очень важно конструкторам, которым нужно адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, показать на те сферы жизни, которые он, вполне возможно, не замечает, указать на тех людей, с которыми он должен установить контакт, с которыми он должен почувствовать себя, что называется, повязанным в решении соответствующей задачи. Вот. И это поможет ему быстрее и точнее. В противном случае он уйдет, месяц думать про квартиру, вот, все там будет логично, он вернется через месяц, то выяснится, что он вообще думал не про квартиру, а про то, как он поставит там какой-нибудь телескоп, чтобы до звезды смотреть. И поскольку телескоп стал хорошо, как следует, то, собственно говоря, можно и все остальные вопросы опустить. Вот. Поэтому для конструкторов очень важно столкнуть их с реальностью, а не дожидаться, пока они там будут находиться в космосе, решать свои абстрактные задачи, связанные с ситуацией. Вот. И реальность часто это другие люди и отношения, взаимодействия с другими людьми. Значит, если мы берем рефлекторы, это другая крайность, вот, адаптироваться к новым обстоятельствам рефлектору просто. Вот. Он, значит, новые обстоятельства проходят насквозь. Значит, дальше придумывают в них что-нибудь, что его там будет в этих обстоятельствах радовать, например, штора. Вот. И плевать на то, что, как мы будем добираться, войдет ли эта штора в этот проем и так далее. Значит, особенность рефлектора – это куча впечатлений. Вот. Если, адаптируясь к новой ситуации, он воспринимает ее как радостную, как дающую новые какие-то возможности, как позволяющую как-то ему себя проявить, как-то в этой ситуации ему себя реализовать и так далее. это получается рабочий инструмент. Вот. Если какое-то негативное флёр есть у этого дела, вы не справитесь совершенно. Вот. Ну, просто для примера. Когда я покупал свою первую квартиру, денег было мало, вот, значит, и я покупал дворническую. Это квартира, но, между прочим, в здании 1730 года постройки, вот, это одна из комнат дворовца была в свое время переоборудована в дворническую, чтобы там жила дворника, дворника, дворническая и убирала двор. Вот. Потом там что-то как-то все перекупили и так далее. И вот мне досталась квартира страшная, как смерть. Ну, вот. В ней был склад к этому времени сломанной мебели. Я такую квартиру покупал. Но, чтобы вы понимали, там потолки были такие, что можно было сделать два этажа, что я и сделал потом. Это был отдельный вход во внутренний питерский двор дворца, чтобы вы понимали. Ну, он, конечно, уже был не дворец. Там окно было как космос, понимаете. Одно, правда, на всю квартиру. Вот. Там не было санузлов, не было ничего там и так далее. Вот. и я когда видел это, для меня что было? Значит, я строю второй этаж, где будет спальня, я строю книжные стеллажи, я их физически потом сам построил, значит, в два, три, значит, три с половиной метра высоту, огромные такие. Я построил антресоль, значит, для того, чтобы все там было убрано, потому что было место для антресоль. там и так далее. Но когда я, это же я мыслил в голове, как план. Вот. Но надо было показать перед оформлением квартиры это в жене. Вот. С рефлекторскими чертами. Вот. И когда она увидела это все, значит, у нее был негативный ну, то есть, такой кошмар, ужас, просто невозможно. Вот. Значит, и дальше, вот, чтобы вы понимали, да, но по идее надо, раз уж муж делает тебе квартиру, ты как-то подумай про квартиру, да, ну, все равно тебе делает, как-то сообрази. Вот. Значит, всю дорогу рассказывал, значит, какое-то опасное место. Опасное. Значит, что вы понимали, это академический переулок, то есть, это мост лейтенанта Шмидт рядом с Домом Академиков и Академии Художеств. Значит, в том дворце, про который рассказывал, было отделение милиции. То есть, у нас за стенкой были милиционеры. Вот. Значит, но единственное, что волновало, вот это впечатление такое, что как-то грязненькое и неказисто. Ну, значит, все. Здесь в подворотниках бегают, в этих подворотниках сняли фильм «Идиот» вместе с Меншиковым и этим, как они мешали с ребенком выезжать все время, съемки там устраивали. Герман снимал там в кино и прочее. Ну, то есть, место, ну, как бы, сердце Петербурга, понимаете, опасно. Вот реакция рефлектора, понимаете. Показалось, что что-то не так и дальше. Ходят преступники. Ну, конечно, им больше нечего делать, как милицию обокрасть. Ну, других планов нет. Улавливайте, да? Ну, вот, чтобы вот обязательно Академия художественная тебя смотрела. У преступников все хорошо, со вкусом. они, если нападают, то только исключительно в эстетически прекрасных местах. Да, значит, очень важно, чтобы у рефлектора был позитивный настрой к происходящему. Вот. И, потому что, как только, какая это будет негативная нота, и как только что-то нужно делать, то есть, что ее смущало, что надо делать ремонт. Это же действие какое-то, работа какая-то, да? Лучше, как сразу, чтобы все случилось чудесно. Бах, и все произошло. Но, значит, адаптация, соответственно, бывает у рефлекторов такая, как бы, они просто не боятся, с одной стороны, новизны, а будет просто негативный флер, что-то такое-то, и дальше они новизну будут всячески я вот, если в отпуск, я хочу ехать туда, где я все знаю. Почему? Потому что не надо лишний раз адаптироваться. Вот ты знаешь, вот этот отель, ты знаешь, этот пляж, ну, ладно, надо ехать в отпуск, ну, ты едешь, все понятно, по крайней мере, с какими несчастьями ты там столкнешься. Рефлектору перпендикулярно, значит, все нарисовали, представили, восторженно, побежали. Потом, то не взяли, это не взяли, тут не подготовились, тут опять же, жили чувством. А все остальное по месту, сделаем из этого трагедии, и так же героически ее решим. Вот, поэтому рефлекторы оригинально адаптируются ко всему происходящему. Вот, если говорить про центристов, значит, ну, собственно говоря, я про себя могу говорить, и про тех из вас, кто из вас центрист. Значит, если вам нужно адаптироваться к будучи вот центристом, вы, конечно, сталкиваясь с новой ситуацией, будете попытаться понять, в чем суть происходящего. Ну, то есть, вот, когда я покупал квартиру, мне было важно, чтобы это было место, которое удобное, функциональное, которое покупаешь за маленькие деньги, приводишь в порядок, капитализируется, оно в очень правильном, как бы, месте для проживания в Петербурге, и оно позволяет реализовать все, что нужно. Детскую, там, и все, пятое, десятое. То есть, вот такой, я думал про все, про все, что, как бы, вот, нужно для того, чтобы вот это дело сложилось. И центристы, в этом смысле, они все время вот смотрят на суть того, что делают. и важно понимать, что если центрист сопротивляется адаптации, то он просто не видит большого смысла в том, что, как бы, происходит. И если вы, со своей стороны, уверены, что смысл есть, поговорите с ним про смысл этого, про обстоятельства, которые вы учитываете для того, чтобы, почему вы в чем-то уверены или вам кажется, что это важно и правильно. То есть, здесь задача не в логике, как в случае конструктора, и не в аффекте, не в впечатлении, которое человек должен получить от этой новой ситуации, а это в объяснении того, как это новое обстоятельство может быть приложимо к жизни, стать хорошим обстоятельством, что нужно для этого сделать. Центристы это не напугают, если нужно что-то сделать, он сделает это с удовольствием, но он должен понимать, зачем, какой в этом для него внутренний смысл, то есть, что должно получиться в результате вот этой деятельности, которую вы производите. Он не может адаптироваться просто так, он адаптируется с какой-то целью практической, что-то должно начать в мире функционировать по-другому после того, как это в хорошем смысле по-другому, после того, как это будет внедрено в жизнь и в практику. Так что, видите, три совершенно разных истории. Поэтому, когда ваши сотрудники, ваши близкие сталкиваются с новыми ситуациями, в зависимости от того, если это конструктор, обязательно дайте ему возможность пощупать, с чем он будет иметь дело, потому что для него важно узнать, что это действительно новое, чтобы он это понял, чтобы он начал это анализировать, уже то, что имеет место в делу, а не какие-то свои абстрактные схемы. Если это рефлектор, ваша задача пробудить в нем восторг, прелесть и так далее, и ощущение того, что жизнь, что называется, сейчас забьет ключом. его надо эмоционально вовлечь, дать ему ощущение, что это ему самому, его самого сделает более ценным, более красивым, более привлекательным, позволит самореализоваться и так далее. И если вы говорите с центристом, то всегда помните о прагматических сущностных вещах. Что вы делаете, зачем вы делаете, какой результат должен получиться, каких людей вы должны учесть, и вы получите хорошего содеятеля в решении тех жизненных задач, которые для вас важны. Три подхода к новым ситуациям, три решения, и как результат вы адаптируясь к новым жизненным обстоятельствам, не ссоритесь друг с другом, не ругаетесь друг с другом, не выясняете отношения, не пытаетесь понять, кто прав, кто виноват, а используйте ресурсы каждого для того, чтобы получить максимальный эффект от любой адаптации. Адаптация, с одной стороны, стресс, с другой стороны, если правильно проходить, оно улучшает качество нашей жизни, нас самих делает богаче, и наши отношения могут стать лучше, если мы правильно вместе со своими близкими проходим через какие-то испытания, вызовы, или делаем какие-то совместные проекты. Поэтому знание важное, надеюсь, вам удастся его использовать и применить на практике. Дорогие центристы, мы с вами люди серьезные, ответственные, все время за всех отвечаем зачем-то, от этого и страдаем. но с другой стороны, нам важно, чтобы у других людей все было хорошо, все было правильно, поэтому мы в любой ситуации будем учитывать ее социальный аспект, социальный контекст. Когда мы решаем какой-то вопрос, мы всегда думаем про то, как другие люди, как это их коснется, насколько это будет им комфортно или дискомфортно. И это мышление, оно на самом деле системное. Почему? Потому что мы пытаемся сразу учесть всех участников Морализонского балета. Потому что часто бывает представители других типов настолько одни в себе, другие наружу, что у них пролетает этот центр, в котором есть сущность дела, зачем мы что-то делаем, почему мы что-то делаем. А с другой стороны есть вот эта системность, потому что мы понимаем, что это должно всех как-то и причем желательно хорошо касаться. И у этого типа, конечно, как у меня, как у представителей этого типа есть проблема, потому что нам кажется, что мы так все хорошо понимаем, что мы что-то кому-то говорим, мы можем не понимать, что они на самом деле с нами-то не на одной волне. У них там свои волны. А мы такие как существа стайные, социальные, групповые, мы считаем, что все как-то должны нас понимать, потому что мы же такие вещи говорим очевидные. А они для многих могут казаться неочевидными. И поэтому надо себя уметь разъяснять, структурировать, объяснять, а где-то даже в образах о себе, о своих мыслях рассказывать. Рефлекторы. Тип очарования, восторга, эмоций, чувственности. И это, конечно, креативное мышление. Что такое креативное мышление? Это когда вы мыслите непонятно как. У вас как-то тут прямо, а тут поперечно, тут прямо продольно, а там вдруг вихрем пошло. У этого есть самые разные описания и самые разные инструкции, как развивать у себя мышление креативное. И это мышление должно быть такое безумное. И вот если таких привести в пример, Сальвадор Дали, вы можете себе представить. Пушкин, например. Что это за Пушкин, это сукин сын. Вот эта легкость, эта образность, потому что все в метафорах, ничего не может сказать нормальным языком. Нет причины следствия. Но есть ощущение восторга или трагедии. Трагедии бывают просто страшно. Поехал убиваться на Черную речку. Кто просил? Зачем он это сделал? Солнце русской поэзии закатилось. Потому что оскорблен был в лучших чувствах и не мог снести. Поэтому сейчас всем устроим. Самое важное быть на первом месте. Не в смысле первое место соревнования, а в смысле чтобы ни у кого не было сомнений. Что вот это. И если вы в себе это чувствуете, помните, что вам очень важно вот это все, что вы чувствуете, переживаете, ощущаете, очень важно превратить во что-то конкретное. Почему? Потому что если вы вот так как бы этот весь свой креатив, это свое нестандартное мышление, это свою образность, вы способны применить конкретному делу и помните о том, что оно должно вылиться в конкретный результат, то вам конечно просто все дороги открыты, как Пушкину и Дали, понимаете. А вот если все выплескивать, вот есть риск выплескивания, слишком там варит этот огонечек так сказать под нашей комфорка под нашим горшочком. Поэтому берегитесь это свое добро креативное и все время направляйте его струей. Не брызги, будет подход у вас. Конструкторы. Очень люблю конструкторов, потому что у них всегда четко все ясно, детально, просто в таблице, в графиках, понимаете. Всегда ты можешь понять, о чем идет речь. Особенность этого интеллектуального такого подхода это взаимодействие причины и следствия. То есть человек всегда четко понимает, что из чего вытекает. Есть одна проблема с конструкторами, потому что они так серьезно думать и вам кажется, что они думают, они на самом деле решают терминологическую задачу. Мне кажется, что я так все образно, красиво, интересно рассказал, а он говорит, конструкторы это что? Какие бывают? Где бывают? А почему вы использовали слово аналитический? В каком контексте? И так далее. И у тебя голова трескается, ты думаешь, он с тобой разговаривал, а он там внутри себя просчитывает интеллектуальную модель. Поэтому иногда у конструкторов бывают проблемы, что они как-то застревают, начинают что-то продумывать, думают, 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 и оно ни к чему не приводит. С этим надо бороться всем конструкторам. Вообще тип красивый. Мой любимый философ Людвиг Витгенштейн это такой был конструктор конструктор прямо лего я бы даже сказал конструктор. Вот.